Еще с сталинского периода СССР монголоведы пытаются лепить из шингис-кагана, так называемого, монгола. Почему это началось и зачем тюркские народы Центральной Азии прекрасно понимают, по крайней мере здравомыслящая их часть. Старая и добрая тюркофобия. Племена шингис-хана. Так называемые отюреченные монголы сегодня составляют почти две трети казахов. Но ни в наших шажере, ни в фольклоре, нет ни единого намека на то, что указывало бы на их тунгуса маньчжурское происхождение. Разве это не странно? Мы утверждаем, что шингис-хан и все его, так называемые, монгольские племена, тюрки. А точнее, тюрки из могульских и татарских веток. И в этом утверждении, мы опираемся на книгу «Жемигат Туарих Рашид Аддина». А в «Жемигат Туарих» ясно указывается, что Киян и Нукус, признаваемые монголоведами, предками, всех монголов, они – тюрки-мугулы. А точнее, даже единственные две линии мугулов, уцелевшие после геноцида, совершенного над ними со стороны их врагов. А все племена, известные в истории как мугулы и татары, ведут свои рода от близнецов, мугула и татара. Являющимися сыновьями Алан-Жахана. Алан-Жахан, в свою очередь, это потомок, турка, сына Ефеса. «Жемигат Туарих» – это бесценный труд, который признается в мире самым достоверным, самым полным, самым авторитетным источником парадословной Шингис Кагана. И это никто не сможет ни игнорировать, ни опровергнуть. На сегодняшний день, кстати, впервые в истории, оригинал книги «Рашид Аддина Хамадани» «Жемигат Туарих», так же как и оригинал труда «Зафар Намэ», «Шараф Аддин Алиязди», уже переведенный с персидского языка на казахский. Перевод выполнен в 2019-х и 2018-х годах авторитетнейшим знатоком персидского языка «Зарибаем Аразбаем». В «Жемигат Туарих» конкретно указывается, что этот труд был написан по приказу самого Газанхана, потомка Шингис Хана из династии Хулагуидов, для сохранения истории Шингис Хана. То есть, книга повествует о его предках. А основным осведомителем был Эмир Балат, который известен как авторитетнейший знаток мугульской истории. Также «Жемигат Туарих» часто ссылается на золотой свиток «Алтан Дафтар», опираясь на которую был написан этот труд. В свою очередь, другой средневековый мугульский историк Хайдар Дулати, также в своем труде, часто ссылается на «Жемигат Туарих». На труды Амир Тимира, на некоторые указы Шингис Хана, и на конкретных людей со слов которых были записаны, те или иные сведения. В целом, у всех известных и достоверных первоисточников, известен автор и время, когда они были написаны. Монголоведы с упорством утверждают, что Чингис Хан – так называемый «монгол». То есть, он – тунгуса-маньчжурского происхождения. И опираются они на сокровенное сказание монголов. Но является ли достоверным источником этот труд? К слову, необходимо отметить, что этот труд был неизвестен научному миру, пока не был найден неким архимандритом русской православной церкви Палладием, в миру, известный как П. И. Кафаров, в Китае, в конце 19 века. Также этот труд не был знаком средневековым историкам, которые, как и сегодняшние историки, часто ссылались на труды предыдущих историков. Сокровенное сказание монголов написан в виде народного фольклора, у которого неизвестен автор, неизвестно время его написания, нет самого оригинала источника. Но при всем этом, этот труд является одним из основных источников, на которые опирается наука, монголоведение. Упорно игнорирующая, Рашид Аддина. Как уже упоминалось, труд стал известен миру только во второй половине 19 века. Со слов архимандрита Палладия, или П. И. Кафарова, был найден в Китае, в китайских иероглифах, монгольский текст, с подстрочным китайским переводом. В свою очередь, Палладий, сделал перевод подстрочного китайского текста, на русский язык. А сам так называемый монгольский текст был полностью расшифрован с китайских иероглифов, только в 1941 году другим русским историком Козиным. Сам Козин указывает, что до расшифровки текста сокровенного сказания изучал народное творчество калмыков. Джангар и холхазскую поэму о Гесерхане. Напрашивается вывод, что расшифровка и написание текста сокровенного сказания, возможно, осуществлялась Козиным на основе вышеуказанных народных фольклоров, калмык, бурят и холхазцев. Как бы там ни было, но что сокровенное сказание имеет многочисленные нестыковки с другими достоверными первоисточниками, относящиеся к истории племен Шингисхана, это факт. В данном труде, на удивление вы не встретите те многочисленные тюркские слова, зафиксированные во многих достоверных первоисточниках, как труды Джувини, Карпини, Рубрук, Джужани, Жамигат Туарих, труды Тимура, Бабура, Хайдара Дулати и других. Делайте выводы сами. Субтитры создавал DimaTorzok